все сейчас мне александр будет объяснять математику собственно моя вечная мечта которая продолжается и за 50 лет это понять что-то в гомологической алгебре в алгебрической геометрии и же с ними до высоких математических науках которых я так ничего и не понимаю до сих пор и вот сейчас саша попробует ликвидировать какие-то из моих пробелов чуть-чуть углубив понимание поехали да ну я значит сегодня буду рассказывать некоммутативную алгебру это тебе да спасибо значит но это будет такая панорамная лекция я просто ну как бы расскажу вообще что есть некоммутативная алгебра что там бывают какие-то самые красивые результаты и так далее и так далее обычно в стандартных курсах вот как раз доходят до терема фрабиниуса в слабой форме ну я постараюсь рассказать еще что-то сверх этого ну ты говорил что группу брауэра ты можешь это тоже надо будет еще раз как-то проработать то что я могу наверное определение гомологии если посижу дать но я ничего в них не понимаю не могу с ними работать ну такая вот штука которая я на формальном уровне да там слушал курсы какие-то помните теоремы какие-то эти длинные последственности да всякие но я не чувствую вообще что это такое и зачем вообще не не совершенно они но и если кстати говорить о гомологиях то на самом деле мотивация довольно простая вот на примере группы это объяснять кстати очень я понимаю гомологии вот этих но точнее ну как бы легче объяснить и что такое гомологии группа зачем они на самом деле для того чтобы решать в каком-то смысле уравнение значит но необычное в общем как бы ну да ну ладно это конечно так сказать отвлечение от основной начну начнем с того что вот если у нас есть группа g да и нормальная подгруппа а что ну мы можем факторизовать и вот получится там какая-то группа к прямая задача вот у нас есть же вот у нас есть да мы профакторизовали получили камера а вот но такая вот скажем так неформальная задача вот у нас есть h вот у нас есть к как бы нам найти x до решить такое уравнение решить такое уравнение да ну что кроме полупрямых произведений там еще будут варианты с а то это что такое полупрямое произведение мне всегда интересны что это просто такая аж тоже по ашо мука это неверно по применим прямое произведение групп ашка это такая группа же что все пошел на кашке нормально и же пошел а Это неверное определение? Я думал, что определение полупрямого произведения прямо вот здесь. Так, ну вроде все-таки не совсем так, потому что вообще полупрямое произведение... Значит, внутреннее полупрямое произведение это, грубо говоря, когда у нас есть группа G, у нее есть подгруппы, H и K. А K это тоже подгруппа будет у нее? Ну да, но это, так сказать, внутреннее определение. А, то есть внутри G еще и будет жить вот это K, да? Да, и там, ну вот так, значит, по-моему, да, во-первых, требуется, чтобы, ну, скажем так, вот такое внутреннее произведение равнялось G. А во-вторых, требуется, чтобы было единственное представление вот в таком виде. То есть для любого G единственным образом можно представить... Менять проект мы не имеем права, то есть мы пишем K на первом месте, то K на первом месте, если H на втором месте, то H на втором. То есть мы рассматриваем ситуацию, когда есть две подгруппы K и H в группе G, и когда любой элемент группы G единственным образом раскладывается в произведение элемента из K на элемент из H. Ну, точка. И это называется полупрямое произведение, вот эта ситуация, да? Ну, да, да. Ага. И ты утверждаешь, что в этом случае H нормально или нет? В этом случае H нормально будет уже автоматом или что? Так, или там требуется еще дополнительно нормальность H. Ну, да, вот, к сожалению, вообще как бы по-хорошему это надо освежить в паре. Ну, хорошо. Допустим, полупрямое произведение, это когда есть нормальная подгруппа H, какая-то подгруппа K, и тогда понятно, что, ну, довольно понятно, что в этой ситуации G по H равно K. Ну, да, да. То есть, как бы, да, если же разваливается в полупрямое произведение, то тогда вот так. Тогда вот так будет, но иногда бывает, что K не лежит в G. Но фактор ни в каком смысле не вкладывается в саму G. Ну, в общем, тут, скажем так, вот, как бы, в целом есть принципиально другие решения у этого уравнения, вот, насколько я помню. Вот, иначе бы, собственно, не было гомологической теории группы. Хорошо, давай что-нибудь конкретное. К равно Z по PZ, значит, соответственно, H это PZ. Вот, ну, то есть H, по сути, это Z. И, ну, оно реализовано внутри G, которое есть Z. А, тогда, соответственно, у нас возникает вот такая ситуация. То есть, решением этой задачи является X равный Z. Одно из решений. Но это решение не относится к вот этой ситуации. Потому что внутри Z никакой Z по PZ быть, естественно, не может. Правильно, да? Ну, ладно. Погоди еще, решение у этой задачи. Вот если K равно Z по PZ, а H равно Z. Ну, еще всякие прямые произведения, видимо, и все, да? Здесь прямое произведение просто. Два решения, да, будет? Ну, так сходу не скажу. Но в любом случае, собственно... Ну, а задача ясна. Но в любом случае, как бы, чтобы все-таки прояснить задачу, ее надо несколько формализовать. Потому что, на самом деле, не совсем понятно, как нам различать иксы. Ну, первая мысль, что... Ну, с точностью до изоморфизма, но эта мысль как раз неправильная. Неправильная? Нет. Значит, да, во-первых, значит, да, попробуем формализовать все-таки это. Для этого тогда... А, вся конструкция должна быть изоморфна, как бы, да? То есть, но в каком-то смысле, да. Для этого, значит, определим короткую точную последовательность групп. Вот, то есть это... То есть, короткая точная последовательность группа, это конструкция, которая формализует вот эту вот ситуацию в целом. То есть... Это E, соответственно, в H, в X, в K, в E. Правильно? Да, значит... Ну, понятно, тут у нас F, тут у нас G. Ну и, разумеется, требуется, чтобы образ F равнялся ядру G. А, вот. Ну и... А, ну и... Нормально следует уже. Так, ну и еще... Ну, как эти обозначить? Ну, там, я не знаю, допустим, это будет... Это будет I. Это... Да, это будет P. Проекция. Ну, да, и, соответственно... Так, дальше, значит... Образ I равен ядру F и так далее. Да, равен ядру F. Это, кстати, к чему эквивалентно? Образ I, он у нас тривиален. Да, естественно, значит... Образ F это... Ну, так сказать... Тоже тривиален, значит... Ядро F, ядро F? Да, ядро F, 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 ядро F. Это все реекция, да, по тем же причинам. Да, значит, это все реекция по тем же причинам, да. Потому что образ здесь, ядро здесь, а ядро здесь все. Вот, и мы как бы... И в середине, соответственно, вот эта вот ситуация. Да, вот. И, ну, соответственно, это, так сказать, мы записали вот это. Вот, ну, теперь, значит, раз у нас есть объекты, то надо определить гомоморфизм между ними. Вот. Ну, как их... Да. Как их определять? На самом деле достаточно просто. Только надо... Только надо что-нибудь откуда-то стереть. Давай, затронуться отсюда. Вот, тут это все понятно. Это пока, это вот, да, просто три... Просто три группы, связанные вот таким образом. Вот. Ну, значит... Городная точная последовательность. Ну, да, значит... Да. Значит, мы как бы определяем EXT1, поэтому у нас как бы расширение длины 1. В общем, вот. И... Это пока я не должен знать, да, что это такое? Ну, ну... Ну, не, ну, вот мы сейчас как бы определяем EXT1, как бы. А, сейчас, вот. Тут H и K те же, а Y тоже. Да, H, да. Вот я как-то не сказал, что H и K у нас фиксированы. Вот. У нас меняется X, Y. Ну, и как бы, собственно, что будет гомоморфизмом? Ну, гомоморфизмом будет вот такой гомоморфизм групп. Ну, я не знаю, как его обозвать. Ну, допустим, H, я не знаю, там. Нет, ну, H плохо. Ладно, FI. FI давай, FI отлично. Так что вся вот эта диаграмма коммутативна. А при этом и это вот тождественно. Это тождественно, да. Тут и тут тождественно, диаграмма коммутативна. И что, из этого как бы... Ну, из этого, наверное, что-то следует про Y? Что он заморфинок 100 заведомо, да? Нет, из этого пока ничего не следует. Это мы определили гомоморфизм. Или ничего подобного. Подожди. Ну, так. А, ну, пока это просто гомоморфизм. Пока просто гомоморфизм. Ну, да. То есть вот мы зафиксировали группы H и K. Значит, определили короткую точную последовательность. Короткую точную последовательность, порожденную группами H. Всех прошу прощения. Я всегда, когда пытаюсь что-то понять, грызу ногти. Ничего с этим невозможно сделать. Мне уже сто раз пытались отучить. Намазать говном ногти, чтобы было неприятно их грызть. Но ничего не помогает. Говно грызу все равно. Вот. Как панк. Так. Так вот. Значит, вот мы определили короткую точную последовательность. И, значит, ну, следующий шаг определить гоморфизм двух коротких точных последовательностей. Ну, опять же, да, у нас H и K фиксированы. Меняются только вот эти группы посередине. Ну, гоморфизм определяется довольно естественным образом. То есть мы вот рисуем три стрелки здесь. Этот H-детственная, этот H-детственная. Вот. Ну, то есть, по сути, гоморфизм определяется только вот этим F. И этот F, он должен быть таким, что вся вот эта диаграмма должна быть коммутативна. Это гоморфизм. Вот мы получаем категорию. Ну, значит, категорию вот таких коротких последовательностей. А вот почему все сейчас говорят в этих терминах категории и функторов? Это как-то естественно, да? Получается, что все науки становятся похожи друг на друга, да? Ну да, но, конечно, теория категории, она на самом деле была в высшей степени мотивирована алгебраической топологией. Если бы не алгебраическая топология, то, в принципе, я думаю, теория категории не была бы столь популярна. Потому что, ну, собственно, какая мотивация? Ну, первая мотивация, которая приходит в голову, это, конечно же, все вот эти вот инварианты топологические, да, которые у нас есть. Ну, начиная с фундаментальной группы. То есть, мы понимаем, что это... Что это функторы, по сути, потому что фундаментальная группа, она не только отображает топологические пространства с отмеченной точкой в группы, она еще и гоморфизмы, ну, то есть, не природные отображения, а сохраняющие отмеченные точки, переводит в гоморфизмы групп. То есть, это функтор. Да. Ну, и, собственно, все вот эти инварианты гомотопические, это функторы. Вот, ну, абсолютно все, то есть, ну, да, то есть, как бы, там, катая гомотопическая группа, это функтор. Вот, потом, там, энтая группа гомологии, это функтор. Вот, ну, собственно, кстати, в теории гомологии, например же, ну, вот, как обычно в университетах объясняют теорию гомологии, да, сначала объясняют симплециальную теорию гомологии, ну, потому что там легко считать все. Потом сингулярную, а потом говорят, ну, значит, смотрите, да, значит, это были на самом деле просто конкретные примеры. Вот, то есть, вот, грубо говоря, вот мы изучили там косинус, синус, и сейчас будем изучать вообще аналитические функции. И дальше, и дальше, и дальше говорится, что теорией гомологии называется семейство функторов, индексированное целыми числами, которые удовлетворяют списку аксиом Стинрода Эйленберга, по-моему. Ну, да, на самом деле там как бы фиксировано кольцо R, ну, там фиксировано кольцо R, там, допустим, ассоциативное с единицей. А, теория гомологии с коэффициентами в кольце R. Да, и говорится, что вот теория гомологии с коэффициентами в кольце R, это индексированное целыми числами семейства функторов, такое, что, ну, и дальше список аксиом, удовлетворяющие аксиомом Стинрода Эйленберга. И вот оказывается, что этих аксиом достаточно для того, чтобы там, в принципе, все основное посчитать. Ну, понятно, что, конечно, считать таким образом это убийство, потому что, ну, как бы, да. Но, во всяком случае, по крайней мере, это доказывает, что нам не нужно там каждый раз придумывать какую-то... Ну, в смысле, нам не нужно передоказывать каждый раз все заново для очередной теории гомологии. То есть у нас, как бы, есть аксиомы, мы там повладели следствием из них, и все, значит, можно радоваться жизни. Вот. Соответственно, все, что удовлетворяет этим аксиомом, для него там все будет это работать. Вот. Ну, да, то есть, ну, как бы, но вообще говорят, что, в принципе, ну, опять же, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что, в принципе, теория категории, она, на самом деле, даже была мотивирована не столько концепцией функтора, вот, ну, сколько концепции естественного преобразования, потому что там в топологии, типа, есть такая теорема Гуревича, и вот она говорит о том, что есть там естественный гомоморфизм там из там катой гомотопической группы в катую группу гомологии, ну, и, соответственно, это, как бы, естественное преобразование, ну, и, значит... А, то есть, что гомотопические группы несут информации, как бы, больше, да, чем гомологические? Ну, не, ну, это понятно, что гомотопические группы несут информации больше, хотя бы потому, что даже вот из таких соображений, что, как бы, значит, группы гомологии у нас, в общем-то, в принципе, абелевы, а гомотопические группы, они, ну, да, гомотопические группы, они абелевы, да, но начиная со второй. Вот, первая, все-таки, там, может быть... Да, первая группа гомотопий фундаментальная группа, она же информация, чем первая группа гомологии, да? Это такой ее коммутативный какой-то... А, нет, ну, это, кстати, да, потому что первая группа гомологии, это же обелионизация, ну, фундаментальной группы. Ну, то есть, фактор по коммутанту. Ну, там, нет, ну, там, как бы, там что-то требуется, там, а, ну, да, линейная связность, как обычно, да, там, что пространство линейно связано, то, значит, мы можем там написать, что там H1 от X, там, изоморфно, там, обелионизация. Там P1 от X, X0, допустим, вот, ну, то есть фактор по коммутанту. Очень маленькая стала, кстати, пауза в начале гораздо больше была, сейчас прям вообще практически нет, смотри, я подвел к носу, и почти сразу она. Ну, и да, и я даже вот где-то читал, якобы эти слова принадлежали, по-моему, самому Маклейну, что, значит, функторы нам нужны для того, чтобы определить, естественное преобразование, а категории нам нужны для того, чтобы определить функторы. Вот, якобы он это сказал, ну, я не знаю, сказал ли он это на самом деле, но, по крайней мере. Похоже на правду. Так, ну, хорошо, пока вернемся сюда. Да. То есть, я, разве может не выйти изоморфизму вот этой ситуации? Как-то можно придумать? Нельзя, наверное, да, придумать. Потому что здесь H под группой фактор по нейро НК, и здесь под группой фактор по нейро НК. А, из этого не следует, что это изоморфизм должен быть? Нет, да? Ну, в общем-то времени нет. Ой, нет, конечно, не следует. Нет, сейчас, не то, что изоморфизм. Сейчас, как бы это сказать. Ну, не, но это, кстати, не обязан быть изоморфизм из тех только соображений, что там, вот, кстати, полупрямые произведения, они же там попарно не изоморфные бывают, в общем. Нет, это да. Сейчас я буду понять, что тогда можно утверждать. Сейчас. Ну, во всяком случае, это получается вот категория. Сейчас, а разве можно вообще сделать вот так, чтобы здесь стояло, например, прямое произведение, а здесь не прямое, и чтобы эта картинка вся заработала? Может быть, такие картинки только для как раз ситуации полностью изоморфных? Как ты можешь устроить коммутативную диаграмму, если здесь будет прямое произведение, а здесь не прямое стоять? Если они принципиально разные, может быть, как раз стрелки-то эти все и описывают ситуацию, когда это и это полностью одинаковые? Ну, я предположил, что если у тебя здесь написано прямое произведение, а здесь не прямое, то здесь просто не будет такой картины ни одной. То есть ни одного как-то функтора из этого объекта в этот, да, или как-то не функтора как-то. Сейчас. Значит. Ну да. Так, ну, так, а если, допустим... Ты же его вводил как раз, чтобы сказать, что вот эти три, что эти два решения одинаковые. Не, ну, это пока просто гомоморфизм, так сказать. Ну, если они вот изоморфизм, то это же, он не может быть просто гомоморфизмом. Он тогда уж, наверное, изоморфизм. Так, ну, можно, наверное, попробовать придумать... Ну, как бы сказать, если они здесь склеились, то у тебя, значит, они... Получается, смотри, вот они здесь склеились, значит, они здесь тоже склеились, да, получается... Что-нибудь из этого должно что-нибудь следовать. Сейчас, надо соображать. Сейчас. Да, попробуем. Вот здесь два есть. То есть они склеились, да. Тогда они здесь тоже должны склеиться. Потому что если они будут разные, здесь они сразу тоже будут разные. Это id. То есть они здесь должны склеиться. Теперь дальше. Если они здесь склеились, то разница лежит в ядре, да. Или просто вот пусть это не нулевой, он ушел в ноль. Вот так. Вот он не нулевой, вот он ушел в ноль. Тогда здесь он тоже ушел в ноль. Иначе здесь ноль не возникнет. А если он ушел здесь в ноль, он родился отсюда, да. Вот он родился отсюда, да. Значит, этот приехал отсюда и ушел в ноль. А здесь этот, соответственно, тот же самый, который здесь. И получается, что он отсюда пришел не в ноль, а отсюда пришел в ноль. То есть склеился. Не нулевой здесь склеился. Противоречие. Так. Кажется, я доказал, что это физоморфизм в этой картинке. Нет, я думаю, что ты как раз нарисовал ситуацию, когда эти решения надо считать одинаковыми. И тогда все встает на свои места. А вот для прямого произведения и непрямого, тут у тебя ничего не выйдет. Просто у тебя вот этих стрелок не будет. И эти две будут, а эту не достроишь никак. То есть между разными решениями ты не построишь таких программ. А, ну, в принципе, стоп. Значит, да, можно же, наверное, действительно вообще повыписывать тождество. И, ну, как бы буквально в лоб посмотреть, что у нас так получается. Значит, так вот у нас фи. Так, значит, так коммутативность диаграмма. Хорошо. Ну, конечно, да. Если у тебя здесь не нулевой, то очень быстро приходишь противоречиво. Композиция f. Ну, ладно, значит, в уме как-то трудновато. Так, f' Вот, так. Ну, да, значит, фи композиция f равно f' Ну, да. Вот, соответственно, тогда и фи... Так, нет. Да, тут надо... А. Значит, g' композиция f, вот, g' композиция f равняется... g. 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 так. Значит, так... Так, ага. Да, в общем, как-то... Так, f' у нас инъекция. Вот, F у нас, так, инъекция. Ну да, оба инъекции. Да, так. Оба инъекции, значит, склеиваться не может. Так, значит, ну да, значит, F' от A не равняется F' от B. F от A не равняется F от B. Да, значит, если F' склеит F от A и F от B, то будет плохо. Да, это означает, что вот первое, что-то действительно просто ты ищешь с точностью до вот таких стрелок. То есть два решения надо считать одинаковыми, если существует между ними функтор, или как это называется. То есть вот это, если это объекты, да, объекты, это вот эти троечки, да, если, то тогда надо считать, что они одинаковые, если есть между ними функтором. Ну, в общем, во всяком случае, во всяком случае, ну, можно, как бы, да, если лень думать, то можно сказать, что, в общем, изоморфизм двух таких коротких точечных последовательностей, это будет изоморфизм вот в такой вот категории. То есть, ну, как бы, вот, то есть, ну, а изоморфизм это что, да, то есть это такое F' для которого существует какой-то, ну, другое F' такое, что выполнено вот это. Вот, ну, соответственно, F' у нас отсюда-сюда, F' отсюда-сюда, и вот должно вот это выполниться. Вот, ну, и дальше, соответственно, мы рассматриваем, ну, скажем так, фактор класс всех таких коротких точечных последовательностей по отношению изоморфизма. Вот, ну, то есть мы рассматриваем сначала класс всех таких коротких точечных последовательностей, вот, ну, на этом классе вот изоморфизм коротких точечных последовательностей, это отношение эквивалентности, оно разбивает этот класс на классы, ну, и, соответственно, соответственно, мы получаем множество, которое вот называется ext1, ну, я, конечно, как обычно путаю порядок, то ли hk, то ли kh, я не помню. То есть это, ну, у меня, как бы, это всегда левое-правое. Это множество всех решений вот этой задачи, да, получается? Да. То есть множество всех не изоморфинок друг к другу, троих, троих. Ну, да, да, то есть мы вот такие, как бы, не различаем, вот. Да, 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 множество всех не изоморфинок друг к другу, точно в троих. Правильно, что в этом случае это zp2z просто, или неправильно, то есть вот, что здесь только два варианта вообще есть. Ну, то есть, короче, ровно два варианта, это множество, пока это просто множество, да, на нем операции никакой нет? Ну, на нем операции, как бы, нет там. Это два элемента здесь, да? Или не два, или еще какие-то я не заметил. То есть я сразу вижу вот для этого примера два варианта, да, два варианта. Первый расщепляющийся вариант z на pz просто плюс pz, а второй, ну, и понятно, в нем z вложен фактор, наверное, pz. А другой просто z, в который вложен подножку всех кратных p, и фактор у тебя тоже z по pz. И они, понятно, что не изоморфные. Есть ли еще какие-то? Если нет, то мы говорим, что x1 от z, z по pz равен двум элементам. И это задача, которую надо решать еще, да? Не, ну, конечно, так устно я не прикину, но можно, конечно, попробовать ее, собственно, сейчас... Ну, и ладно, я тебя отвлекаю от твоего плана, да? Да, то есть, хорошо, вот, примерно понятно, я, как бы, на даму есть. А теперь что ты хотел вам сказать? Телинфер-Венюс, правильно хотел вам сказать? Ну, да, я хотел, собственно, не кому-то идти на алгебру, расскажут. Ну, давай. Так, поехали. Вот, ну, кстати, заканчивая тему, на x1 можно было бы ввести операцию, да, если бы у нас были, ну, там, не группы, а модули. Собственно, кстати, мы же можем таким же макаром определить x1 для модулей, да, то есть, ну, будет просто там короткая точность, короткие точные последовательности, там, ну, модулей. Да, вот, и, ну, вот на них, да, уже, конечно же, можно ввести операцию, ну, там, например, прямую сумму, то есть, можно сложить, там, допустим, короткие точные последовательности, ну, это уже там будет абелева группа, вот, ну, нормально. Вот, вот, ну, в общем, ну, во всяком случае, как бы, мораль... То есть, ты сложишь, то у тебя n-то складывается с n, то есть, не очень понятно, это же не на исходных двух множествах. Ну, не ладно, давай в эту сторону не отвлекаться. Значит, теме пробениваться, да? Да, да, ну, значит, да, вообще сначала я хотел бы, ну, так сказать, напомнить, напомнить про кватернионы. Да, ну, у меня много видео про них. Да, ну, так, вкратце, там, ну, напомнить, там, определение тела, вот, потом, как бы, перейти, собственно, к теореме форбениуса. Ну, знаешь, давай сделаем следующее, я отошлю к лекции про кватернионы. У меня, а, про кватернионы лекция в Твери очень подробная. Поэтому, можно сразу считать, что все ее знают. Если кто-то из вас не знает кватернионов, цены лекция в Твери подробнейшая. Про них на канале опубликована. Вот, давай в дальнейшем считать, что все знают, что такое кватернионы, как с ними работать, и все остальные. А, ну, кстати, сразу давайте реформировать. Хорошо, да, правда, чтобы было интересно, сразу дам задачку сразу тогда уже. И что такое тела, естественно, тоже все должны знать. Давайте столь лекции, все увидим. Так, ну, задача, ну, сразу, так сказать, чтобы все-таки не так скучно было. Итак, значит, пусть, ну, там, А, это, Р, алгебра. Р, коммутативное кольцо с единицей? А, это вещественные числа? Нет, алгебра над Р. Да. Р это вещественные числа. Значит... То есть линейное пространство с умножением? Да, существует ли инъективный гомомархизм? А, алгебра. Фи. Из... Аж. Кватернионы. Да. Так, из Аж в А. Есть. Первый пункт, ну, чисто разминочный, простой. Значит, если А равняется матрицам, ну, 2 на 2 на ДР. Ну, это, это, это простой пункт. Второй пункт чуть сложнее. Если А равняется матрицам 2 на 2 на С. Так, а сейчас, а инъективный гомомархизм... А инъективный гомомархизм... Там и плюс, и умножить, и умножить, да? Ну, да, да, да. Это гомомархизм алгебра. Там делители нуля должны перегреть делители нуля. Ну, да. Ну, аж делителей нуля нет. А В здесь есть, поэтому... Да, но тут, тут, да, тут на самом деле, тут на самом деле соображение такое. Но иначе ничего не перейдет. Ну, тут на самом деле, да, тут сначала мы... По размерности это изоморхизм. Да, по размерности это изоморхизм, ну, а тут есть делитель нуля, а тут и нет. Да, да, очевидно. Но тут как бы поинтереснее чуть-чуть. А думаю, что да. Вот. Ну, так, сразу не скажу, но думаю, что да. Есть же реализация через матрицы СССР. Да, как бы спойлер в том, что тут как раз, тут как раз он есть. Мы пишем Z плюс V дубль G, WG, в качестве Кватернеона. И что-нибудь типа Z, ну, как обычно это Z, W, типа там W с чертой, Z с чертой. Или там где-нибудь плюс-минус, а вот здесь надо поставить. Вот, то есть Кватернеону сопоставляется такая матрица. Вот, ну и вот. И последнее, да. Матрица 3 на 3 на DR. Вот так уже она. Чуть поинтереснее. Ну, в общем, по ужасанию. Слушай, но 3 на 3 имеет размер с 9. Ну, да. И она вроде как на 4 не делится. Она, наверное, с этим связана все или нет? Или это будет играть роль? Так, ну. Это там не поля, да, это необязательная делимость. Да? Не поля же, да, делимость необязательная. Ну, то есть первое, что я хочу обратить внимание, что 9 не делится на 4. И здесь должна лежать алгебра Кватернеонов внутри девятимерной алгебры матрицы 3 на 3. Не, ну, это вроде 3 не получается. Не, мне кажется, такое соображение не сработает, потому что мы же можем матрицы 2 на 2 вложить в матрицы 3 на 3. У нас нет деления тут. 4, 9 не деления. Пока нет делений. Пока нет. Такой аргумент точно не сработает. Не сработает, да. Ну, да, матрица 2 на 2 в матрице 3 на 3 прекрасно вкладывается. Ну, я вангую, что нет. Ну, в общем, во всяком случае, вот такая задача. Вот, ну, так сказать, чтобы... Ну, третий пункт я прямо сейчас не могу доказать. Я думаю, что не будет. Не сможет быть. Не выживается там Кватернеоны. А по каким причинам пока не знаю. Ну, во всяком случае, это как бы задача на подумать. Понятно, что... Значит... Могу вытирать, да? Да. Вот. Вот, то есть... Ну, вообще, подобные задачи как бы лучше, как по мне, решать не в спешке, а так. А, в таком как бы приятном, в размеренном темпе. А, ну и, да, следующая задача, тоже не сильно сложная, так сказать, подготовительная, собственно, к теориями пробениуса. Значит, что требуется доказать. Значит, так, сейчас у меня тут записано. Вот. Да, значит, пусть К это поле. Это поле. А, значит, доказать, что... Ну, да, конечномерная ассоциативная к алгебра является к теориям. Да, что, ну, так сказать, конечномерная, ну, можно сокращать. Да, да, да. Ассоциативная... Можно сокращать ассоциативная до S. Ну, да, да. К алгебра является К телом. Так, тогда и только тогда, ну, в общем, тогда, да, тогда и только тогда, когда в ней нет делителей нуля. Да, да, делителей нуля. Ну, это тоже, ну, это, как бы, в принципе, как сказать... Ну, вопротно, что он утешительный у вас по определению тела, а вот в прямую. В прямую. То есть пусть нет делителей нуля, да? Тогда что, наверное, надо доказать, что? Каждое противное. Тогда сначала надо доказать, что там есть единица, потому что я, как бы, не сказал, что там есть единица. Я сказал, что конечномерная ассоциативная алгебра над К. Единицу я ничего не знаю. Ничего не сказал про единицу. Сначала надо доказать, что есть единица, а потом еще надо доказать, что каждый элемент обратим. Ну, как бы, сама идея нетрудная. Ну, ладно, даже могу так и быть ее озвучить. Значит, то есть идея заключается в том, что вот мы возьмем элемент А, отличный от нуля. Да. Вот мы рассмотрим отображение ЛА, линейное. Из нашей алгебры А. Давай прикольно на некоторое время окошечко. Да, кстати. Ну, понятно, как... Понятно, какое. Я думаю, x переходит в А умножить на x. Да. Но это прекрасное колинейное отображение. Колинейное отображение. Что мы можем сказать про это прекрасное колинейное отображение? Ну, во-первых, у него, очевидно, нулевое ядро. Потому что в алгебре нет делителей нуля. То есть мы здесь этим принципиально пользуемся. То есть у этого отображение линейного, колинейного, нулевое ядро, потому что нет делителей нуля. Значит, это образ весь. Значит, в силу конечномерности это изоморфизм. Разумеется. Автоморфизм. Да. Ну, в частности, биекция. В частности, хорошо, давайте мы возьмем какой-то элемент Е, который перейдет в А. Ну, то есть... Да. Что-то куда-то перейдет. Вот. Ну, в частности, что-то перейдет в А. Ну, то есть, по сути, мы доказали, что у нас есть вот такой элемент. Но, правда, это как бы еще не все, потому что, собственно, про этот элемент мы знаем, что он как бы нейтральный только для А. А у нас фиксирует. Не, ну делительный у меня нет, сокращаешь и все. Так, а как сокращаешь? У нас же нет единицы, куда мы можем сокращать? То есть... Подожди. А, сейчас, 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 погоди. Нет, так нельзя. Нет единицы, сука. Нам некуда делить. Ну, хорошо, а е равно А, б е равно Б, да? Нет, почему? Ну, б е с волной, да, равно Б? А, сейчас, как бы придумаем. Нет, на самом деле, тут все просто, да? Значит, нам некуда сокращать, надо сделать так, чтобы было куда-то. Да, чтобы было куда-то сокращать. Ну, а как сделать? Ну, домножить на что-то. Ну, давайте домножим на Б. Вот просто возьмем и домножим на Б. Ну, а е умножить на Б равняется А умножить на Б. Ну, ура! Значит, ассоциативность у нас есть, поэтому мы можем записать так, что это А, Е, Б. Да, Е, Б равняется А, Б. Вот, ну, теперь мы можем на А сократить. И у нас, как бы, получается... А, вот она и... А, вот теперь мы можем сократить. Уже для любого Б. Уже для любого Б. Да, все, то есть е единица. Тут А была фиксирована. А тут Б. Ну, Е, это левая единица, а правая единица, а правая единица, а значит... Ну, то есть, так же доказываем, что у нас есть правая единица. То есть, это мы доказали, что у нас есть левая единица. Да, да, да. Потом мы доказываем, что у нас есть правая единица. А если у нас есть левая единица, то правая единица не совпадает. И вот примерно таким же образом доказывается обратимость. То есть это длинно и муторно, но идея совсем банальная, в общем, здесь. Красиво. Ладно, понял. Так, идем дальше. То есть если расписывать-то будет очень долго, разумеется. Ну, не будем. Мы должны дойти до группы Брауэра, поэтому мы идем вперед. Так, отлично. Теорема Фрабениус это уже, значит, теорема. Вот, теорема Фрабениуса сначала в слабой форме. Ну, так сказать, это классика. В слабой форме. Ну, собственно... Я, кстати, однажды меня выгнали с урок алгебры на втором курсе, потому что я ее назвал теоремой Фрабениуса. Вот, можно потом запикать. А, тут же стрим, уже не запикать ничего. Ну, да, значит, формулировка более-менее всем известна. Значит, утверждается, что всякое, ну, или всякое, да, конечномерное R тело. Да. Изоморфно. Либо R, либо... C, либо H. Ну, да, либо C, либо... H, да. Ну, вот это можно доказать. Ну, как бы... Да. Ну, как сразу. Ну, в принципе, ничего, конечно, такого мистического тут сильно не будет. В общем, перебор случаев, как бы. Значит, ну... Пульс D это, в общем, наше конечномерное R тело. Ну, да. Вот, ну, понятно, что если размерность D равна единице... Ну, все, приехали. То D с очевидностью изоморфно R посредством изоморфизма, который каждая А переводит в А умножить на 1. Ну, 1 это 1. Вот. 1 в D. Вот. Ну, хорошо. Тогда рассмотрим ситуацию, когда... Да. Размерность D больше или равняется 2. Да. А вот, и здесь, ну, для удобства придется доказать вспомогательную лему. Да. Вот. Ну, да, в общем... Стирать, а пока все очевидно. Придется пермонимно что-то стирать. Ну, ладно. Пока все очевидно. Тоже очевидно. Да. Так. Доказательность тоже сотру. Итак. Итак, лемма. Значит... Так, сейчас... Ну, лемма. Так. Сейчас... Так, 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 так. А, а... Да, значит... Итак... Значит, да, у нас... Да, у нас, значит, есть... Да, значит, у нас вот есть вот это D. У нас есть вот это D. Да. А, значит, ну, я, чтобы различать D как алгебру, D как векторное пространство, буду, допустим, писать вот D вект, подразумевая, что я рассматриваю D как векторное пространство. Да. В общем, многие так не делают, но я как бы предпочитаю все-таки так делать. Вот, значит, 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 пусть, значит, V это подпространство вот такого векторного пространства, про которое мы знаем, собственно, что? О, про которое мы знаем, что оно на радостях не совпадает с... Да. С R. Да, что оно не совпадает с R. Ну, скажем так, с R умножить на 1. Вот так. Ну да. Так. А вот. Ну тогда... Паран. Существует и подлежащий V. Блин, я забыл, что и рыги тоже нельзя вырезать, это же стрим. Извините. Вот. Такое, что... И квадрат равняется, ну, минус 1. Да. Так. Сейчас тогда существует. Существует. А-а-а! То есть, если у него размер больше единицы, то там уже комплексные вылезают нутри. Ну, да, то есть, как бы, корень из минус единицы появляется. О-о-о, как же это доказать? Я уже не помню доказательства обвиняются. Ну, нет, как раз... Так, нет, ну вот этот факт довольно элементарен, я бы так сказал. Ну, и так. Собственно, как это доказывается? Доказывается это очень просто. Ну, поскольку... Значит, поскольку у нас V не равняется R на 1D, то тогда мы можем взять, ну, какой-нибудь X, вот, отсюда без вот этого. Ну, да. Вот. Хорошо. Ну, теперь фокус заключается в том, что у нас-то алгебра конечномерная, а значит, X алгебраичен на D. Ну, алгебраичен в нашей алгебре. То есть, X это алгебраический элемент алгебры. Ну, собственно, поскольку алгебра конечномерная, то все ее элементы... Нет, в каком смысле? Вне коммунатативной тоже это можно рассматривать, да? Ну, разумеется, в любой алгебре, ну, в любой ассоциативной алгебре с единицей можно рассматривать понятие алгебрического элемента. Потому что, ну, мы работаем над полем же, то есть, ну... Где поле? Не, ну, R поле. R поле. R поле коэффициентов, то есть, ну, как бы определение обычное, да, то есть, X называется алгебраическим, да, ну, если... Есть много чем. Если существует многочлен положительной степени P, ну, с коэффициентами в нашем поле, такое, что P от X равно нулю, тут ничего страшного не происходит. То есть, как бы, X коммутирует со всеми элементами поля, и нормально. И, соответственно, все вот эти понятия, там, минимальный многочлен и так далее, они все... Все сохраняются в некоммунатативной любви. Да, но единственное, конечно, надо быть осторожным, потому что в теории ГАЛА минимальный многочлен неприводим. Тут, конечно, такого не получится уже, то есть, он может быть приводим, разумеется. Вот, но он определен однозначно, то есть, минимальный... То есть, для алгебраического элемента минимальный многочлен есть, он определен однозначно. Но он может быть приводим, конечно. Так что здесь уже нужно проявлять некоторую осторожность. Он может быть приводим, только в случае наличия действий нуля. Да, вот, этим вот как раз воспользуемся. Но, во всяком случае, итак, значит, мы взяли x. Да. Значит, это алгебраический элемент, ну, причем, очевидно, его степень больше единицы. Вот, то есть, nu, ну, я не знаю, там, от t, это его минимальный многочлен. Минимальный многочлен x. Ну, понятно, что его степень больше или равняется двум, потому что, ну, единицы быть не может, потому что у нас x не в... Ну, иначе линейное соотношение на x, то есть x лежит в r. Понятно. Вот. То есть, линейное мнение имеет решение. Теперь мы вспоминаем, что у нас-то все-таки тело, и делителей нуля нет. Поэтому, поэтому многочлен не может быть приводимым. Конечно, да. Так, очевидно. Ну, потому что, если он приводим, тогда мы получаем, что mu от x равняется mu1 от x на mu2 от x, и получается, что там mu1 от x или mu2 от x это 0, и получается, что многочлен в меньшей степени зануляет x. Ну, да, абсолютно. Значит, не приводим, да. Вот, не приводим. Ну, а теперь как бы понимаем, что. Значит, mu от t это многочлен с вещественными коэффициентами, степень которого не меньше, чем 2, и он неприводим. Что это значит? Это значит, что его степень ровно 2. Какие еще могут быть приводимы? Ну, на d у нас, ну, как бы, на d у нас может быть степень только 1 или 2. Понятно. Ну, потому что, так сказать, потому что абсолютная группа галуа r это z по 2z. Вот. Ну, так сказать. Ну, то есть c над r, ну, группа галуа c над r это... Ну, видно, мы знаем, что любой многочлен вещественный раскладывается на множестве или не более, чем 2 степени. Через комплексные числа это сразу получается. Ну, да, да. В общем, что тогда? Ну, тогда, тогда хорошо, тогда просто запишем вот так, что mu от t это t квадрат. Ну, старший кипец единица плюс там b от t плюс c. Ну, хорошо, дальше начинается алгебра восьмой класс. Да, конечно. Значит, что у нас? x квадрат плюс b там плюс bx плюс c там равно 0d. А, ну, ладно. Ладно. В общем, ну и дальше понятно, что, в общем, так сказать, выполняя алгебру, или, как сказал-то Станислав Валерьевич, шапошников, да, так сказать, как Мария Ивановна учила. Вот, значит, выполняя преобразование, мы рано или поздно, как бы, придем к тому, что там i квадрат равно минус 1, значит, ну, минус 1 получается из-за того, что у нас, как бы, дискриминант отрицательный. Да, для какого-то, для какого-то линейного выражения от x будет... Выделяем полный квадрат, нормируем минус дискриминант. И вот получается такое. Да? Вот. Да, ну, в общем, как бы... Очевидно. Ну, в смысле, все понятно. Да. Ну, то есть, вот, мы доказали это. Ну, да. Ну, дальше можно... Значит, здесь сидят комплексные числа. Ну, да, то есть мы доказали... Ну, здесь важно, что мы доказали, что для любого V... Да, в нем сидят комплексные числа. Да, что для... Да, что именно для любого V, какое бы мы ни взяли, которое не совпадает с R... Да. В нем сидит там какое-то комплексное число. Да. Вот, ну, и поскольку мы предположили, что 1D больше равняется 2, то тогда, ну, тогда просто, ну, образно говоря, возьмем... Возьмем I... Для D. Буквально... Ой. Просто для D самого, да. Да, просто для D самого. Да. Вот, ну, в общем, ладно, не хочу писать... Ну, ну, да, нашел там I. Ну, хорошо, тогда рассмотрим... Ну, очевидную, очевидную под алгебру. R от I. Ну, и опять у нас, как бы, две ситуации. Если размерность 2... То все, приехали. Да, если размер... Ну, я даже это записывать не буду. Если размерность 2, то D совпадает просто с C. И все. Да, все. Закончилось. Если нет... Ну, а если нет, значит, ну, раз... Вот, собственно, рассмотрим случай, когда размерность больше... Ну, не меньше, чем 3. Да. Вот. Тут уже начинается... ESP, да? Так сказать. ESP. Скажем так, гребля с пляской. Чтобы не материться на канал. Ну... Так. Да, значит, в каком-то смысле, да. Значит, ну, не совсем, но так, чуть-чуть. Вот, так сказать. Чуть, конечно, придется пополисать. Да. Значит, ну... И погрести. Рассмотрим Sigma с D в D. Да. Довольно очевидная. Какое? Довольно очевидное, которое X переводит в I в минус первой на X на I. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ладно, значит, то, что сложение переходит в сложение, понятно, почему умножение в умножение переходит, ну, в принципе, ладно, даже вот так вот формально написать, что Sigma от A на Sigma от B, это у нас что? Это у нас I в минус первой, там, A, I, ну, понятно, там, I в минус первой, V, I, ну, понятно, вот это там сократится, и ура, в общем. Так, хорошо. Значит, собственно, ну, значит, то, что это эндоморфизм алгебры, это понятно, то, что это инвалютивный эндоморфизм алгебры, это тоже понятно, потому что если мы Sigma к Sigma применим, то и возведется в квадрат здесь, и возведется в квадрат здесь, тут будет минус один, тут будет минус один, они убьются, в общем, получится тождество. Так, то есть Sigma обратно самой себе, это хорошо. Дальше? Дальше мы рассмотрим корневые пространства Sigma. Значит, мы рассмотрим W+, это будет ядро, 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 ядро. Да, значит, это будет ядро вот, ядро вот, ну да, вот такого. Так, ну, плюс, потому что собственное число плюс один, да. Ну, то есть это как бы, это корневое пространство, соответствующее собственному числу один, плюс один. А вот, но, вот, W-, ну, это, соответственно, кер Сигма плюс Айди. Да, Сигма плюс Айди. Ну, как бы, суть всего доказательства теорема Фрабениуса заключается в том, что выполнено вот это. Прямая, прямая сумма. Да. Вот. Ну, я даже на этом прям очень сильно остановиться не буду, я просто объясню, почему сумма есть, а почему она прямая, это уж понятно. Ну, потому что корневые пространства различных собственных чисел, они как бы... Всегда они пересекаются. ...пересекаются по нулю, скажем так. Это понятно, да. Почему теперь ничего больше? Да, почему, тут, да, почему, почему все-таки каждое можно разложить вот так? Ну, возьмем D и запишем его вот так. Одна, вторая. Так, сейчас бы не ошибиться. Что это D? D. Ну, D это элемент. 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 Ну, мы хотим D представить в виде суммы. Ну, сейчас возьмем и представим. Так. Ну, то есть, вот такое, как бы, нехитрое рассуждение приводит нас к победе. Ну, во-первых, заметим, что вот это лежит вот здесь, вот это лежит вот здесь. Значит, почему? Ну, применим сигма к этому. Что у нас получится? Сигма от D плюс сигма от сигма от D. Ну, сигма от сигма от D это D. То есть, получилось снова D плюс сигма от D. Ну, это вот, то есть, вот получается. Сигма от D минус сигма. Да. А здесь, как бы, ну, знак, а здесь минус выскочит. То есть, соответственно, вот это лежит в W плюс, а вот это лежит в W минус. И минус D плюс сигма от D, да. Правильно все. Так. А, осталось понять, почему они его двумерные. Да. Тогда все. Тогда это какого-то у него, оно очевидно. Потому что это C или C в LG? Да, да. Это же нож на G. Да, сначала, ну, сначала нам надо понять, почему W плюс это внезапно C. Да. Вот. Ну, это, кстати, довольно-таки нетрудно. Ну, во-первых, 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 C лежит в W плюс. Ну, почему, да, потому что... Ну, очевидно, посмотрели, что получается. Да, вообще, что значит, значит, вот так. Вопрос, что значит, что что-то лежит в W плюс? Это значит, что это что-то коммутирует с I. Да, очевидно. Понятно, что любое комплексное число с I коммутирует, как бы, ну, и... Да, очевидно. Хорошо, почему не может быть вот так? Ладно, как только ты это объяснишь, я все понял. Потому что, да, сейчас все по аналогии, понятно, что все равно будет сажать. По тем же причинам. Да. А, значит, да, значит, почему? Ну, хорошо, пусть это все-таки выполняется. Ну, тогда, опять-таки, возьмем X, ну, вот отсюда. Так, ну, то есть мы взяли X в W плюс без C. Да. Ну, хорошо, X у нас с C коммутирует. Значит, что такое C от X? Это поле. Ну, значит, еще раз, X мы взяли в W плюс. Это значит, что X коммутирует со всеми элементами C. Да, W плюс это полевое расширение C. И мы присоединили X к C и получили нетривиальное расширение поликомплексных чисел. Да, нетривиальное, конечное расширение поликомплексных чисел, как поле. Все. Ну, что абсурдно. Да. Там нетривиальное расширение. О, отлично! Супер, все. Таким образом, мы внезапно поняли, что W плюс двумерно. Ну, да. Ну, наверное, про минус почти то же самое, да? Ну, на самом деле, про минус не почти то же самое, а я предпочту просто установить изоморфизм. Явно причем. То есть, мы, ну, во-первых, во-первых, мы понимаем, что W минус у нас с очевидностью. Так, тут, значит, так. Значит. Так. Сейчас. Значит. Да, да, во-первых, мы понимаем, что W минус у нас все-таки, значит, все-таки, как бы, отлично от нуля. Потому что она не двумерна вся целиком. У нее что-то есть. Мы же узнаем, что вот эта сумма верна. В плюс двумерно, уже доказали. D больше, чем двумерно. Значит, здесь что-то есть. Все, отлично от нуля. Поехали дальше. В общем, да, значит, W минус это у нас пространство, которое отлично от нуля и которое, ну, с очевидностью не совпадает с R. Потому что, ну, очевидно. Да, значит, W минус. Потому что, потому что R, он у нас вообще-то в W плюс должен, как бы, лежать. Потому что у нас C лежит в W плюс. Ну, а значит, R. Да, да, да. Вот, поэтому, значит, итак, W минус это у нас. Это у нас пространство, которое не совпадает с R. У нас что-то такое уже было. То есть, ну, значит, еще раз, W минус это у нас ненулевое пространство, которое не совпадает с R. Мы какую-то такую лему доказывали. В нем есть еще один. Значит, есть G. Который в квадрате R минус. Ну, да, в общем, понятно. Вот такой. Вот. Важно, что в W минус он есть. Потому что мы можем просто взять и установить с помощью G изоморфизм между этими пространствами. Как? Ну, я прям сильно писать не буду словами. Ну, вот. Ну, на G поделись как-то. Умножить. Значит, X перейдет. Ну, в общем, да. Да, ну, в общем, так. Вжих, да. И туда же точно так же, на самом деле. Минус вжих. Даже не минус, а точно так же просто. Ага. Вот. Ну, почему? Значит, если X лежит в W плюс, почему G на X лежит в W минус? Ну, хорошо, применим σ к GX. Получим, что это σ от G на σ от X. Значит, σ от G это минус G, потому что G у нас в W минус. Да. А σ от X это X, потому что X у нас лежит в W плюс. Ну, мы получили, что σ от GX это минус GX, поэтому GX лежит в W минус. Вот. Ну, и в эту сторону аналогично. То есть, мы построили, в общем... Да, очевидно. Отлично. Все. Доказано у тебя M4 минус. Да. И ничего там больше быть не может. Вот. То есть, как бы мы, да, мы доказали, что W плюс у нас двумерно. И мы доказали, что W плюс из аморф на W минус. Соответственно, оба двумерные. Все стираю. И, да. И, значит, оно четырехмерное. Ну, а, значит, в роли I наше I, а в роли G наше G. Ну, это K и умножить. А в роли K и умножить на G. Ну, и, в общем-то, все. Отлично. Очень красиво. Вот она. Вот. Вот она и есть. Больше ее нет. Так. Вот. Ну, это, так сказать... Классическая. Да, это слабая форма. Так. Вот. Но для того, чтобы объяснить сильную форму, придется дать, так сказать, плюс 100-500 определений. Ну, ладно, не плюс 100-500, но пару определений придется дать и, так сказать, все-таки поговорить про октанионы, которые определяются сложно в любом из случаях. Но, наверное, лучше через процедуру удвоения Келли-Диксона, потому что это самый безболезненный способ. Октанионы, то есть октавы Келли, да? Ну, да, потому что, так сказать, тут либо рисовать таблицу 8 на 8, что неприятно, либо рисовать плоскость фана, что как бы тоже не очень как-то приятно. Ну, по крайней мере, в общем, ну, не, ну, так сказать, по крайней мере, по памяти я это не воспроизведу. Ну, так, ну, вообще, да, вообще сначала хотелось бы дать определение альтернативной алгебры. Вот. Собственно, ну, как бы, в чем фишка? Фишка в том, что, ну, значит, алгебра это вообще, ну, поскольку у нас все над полем, то это векторное пространство, на котором задана билинейная бинарная операция. Больше от нее ничего не требуется. Ну, в принципе, вот мы хотим как-то пошевелить ассоциативность. То есть вот нам надоело заниматься ассоциативными алгебрами, как бы нам пошевелить ассоциативность. Но можно сделать вот так. Во-первых, для каждой алгебры А мы можем определить ассоциатор. Это трилинейное отображение. Значит, что это такое? Мы берем тройку элементов алгебры. Ассоциатор. Ассоциатор, да, как коммутатор, только ассоциатор. Значит, отправляется вот в такое. А, B на C минус А на B на C. Ну, минус, разумеется. А, это вот такое вот прям, да, и все? Да. Это называется ассоциатор. Обозначается это вот так. Опять? Нет, вот так оно обозначается. Так. Ага. Значит, ну, что мы можем сразу заметить? Ну, это трилинейное отображение. Ну, то есть оно линейно по А, по Б и по Ц. Ну, какие у нас вообще бывают хорошие полилинейные отображения? Ну, например, кососимметрические. Так вот, алгебра называется альтернативной, если ассоциатор кососимметричен. Вот, то есть, ну, я не знаю там. А, альтернативно, если кососимметричен. То есть, применив любую перестановку, ты получишь знак этой перестановки, множественно-исходный ассоциатор. Да. Вот. Ну и, да, значит, ну и, собственно, как бы, так сказать, пожалуй, актанионы это первый пример альтернативной алгебры. Ну, скажем так, это ближайший такой к H. Ну, ближайший к H, который ассоциативным не является. Ну, понятно, что любая ассоциативная алгебра альтернативна, потому что ассоциатор 0, ну, а 0 это кососимметричное, в общем, отображение. Поэтому с очевидностью ассоциативная алгебра альтернативна. А алгебра V не альтернативна или нет? Хороший вопрос, я как-то не задумался об этом. Ладно, ты хер с ними, давай дальше все пойдем. Не, ну, можно проверить, как бы, так сказать, в принципе. Ладно, давай, чтобы успеть. Мне просто хочется узнать, что такое группа Брауэра, успеть. Да, 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 так, в общем, так, с альтернативной алгеброй поняли, теперь надо понять, что значит алгебра с делением, потому что, собственно, мы хотим обобщить понятие тела на что-то неассоциативное, в общем, и как это сделать. Ну, на самом деле, очень просто. Мы будем говорить, что а это алгебра с делением, если вот такое уравнение и вот такое уравнение имеют, ну, соответственно, ну, скажем так, что они разрешимы для любого ненулевого а. Да, и для любого б. Ну, и для любого б. Ну, понятно, что для любого ненулевого а, потому что если а 0, это как бы смысла не имеет. Вот, то есть как бы, то есть вот так, значит, мы будем говорить, что а это алгебра с делением, если вот такое уравнение разрешимо и вот такое уравнение разрешимо для любого б и для любого ненулевого а. Ну, в смысле не одновременно, я просто тут написал одинаковое а и б. Ну, да, однозначно разрешимо, да, то есть однозначно решение будет всегда. И надо требовать только существования. Так, а вот, кстати, интересно, если не требовать однозначности, будет ли однозначность? Давай пока потребуем, пусть читатели думают. Ладно, значит, хорошо, пусть однозначно, потребуем однозначно, сейчас я что-то как-то не, опять же, не соображу. Ну, опять-таки, это, я думаю, если посидеть, подумать, там, скорее всего, оно, по идее, должно вытекать, но, вообще говоря, нет. Так, хорошо, в общем, хотя нет, там же, в принципе, у нас же нет ассоциативности, поэтому так как бы, да, тут, в принципе, лучше потребовать назначить ассоциативности у нас нет. Хорошо, значит, будем определять так, будем определять как-то неоны, а для этого мне все равно придется посмотреть на формулу, потому что так ее запомнить невозможно. А можно через кватернеоны их, что-то один кватернеон, который умножить на что-то? Ну, собственно говоря, это я собираюсь сделать, потому что это самый безболезненный способ. Значит, для этого мне, ну, то есть, как бы, я объясню, что такое процедура Келли Диксона, а потом, соответственно, я просто скажу, что октанионы – это удвоение кватернеонов. Вот, значит, ну, итак, значит, что такое Келли Диксона? Да, ну, во-первых, нам надо определить алгебру с сопряжением, ну, значит, ну, опять, у нас есть алгебра, ну, абсолютно произвольная. Вот, что такое сопряжение? Ну, сопряжение – это такая понятная штука. Во-первых, это инвалютивный автоморфизм, который оставляет ИР на месте. Нет, значит, это инвалютивный антиавтоморфизм, который оставляет скаляры на месте. Да, анти, конечно. То есть, грубо говоря, что мы хотим? Мы хотим, чтобы, во-первых, ну, мы хотим, чтобы, так, во-первых, было вот так, ну, там. Ну, это очевидно, да. И чтобы менял порядок этих самых. Во-вторых, чтобы было вот так, то есть, здесь это важно, потому что у нас алгебра не коммутативна и даже не ассоциативна. Да, мы вообще, как бы, ничего не предполагаем. Так. В принципе, здесь, наверное, даже… здесь даже вот сразу, наверное, лямбда-мю напишем, чтобы, как говорится, не мучиться. Не хочется это закисывать в… ну, то есть, как бы, да, лямбда и мю выносятся из сопряжения, то есть… Естественно. Как бы… Это вещественные. Вот. Ну, вообще над полем К, так сказать. А. Мы определяем инволюцию над полем К, не только над Э. Да, значит, А – это у нас алгебра над полем К, ну, то есть, это произвольная алгебра над полем К. Это произвольная алгебра над произвольным полем К. Офигенно. Значит, так, во-первых, инволюция у нас К-линейна. Вот. Тут я это записал. К-линейна. Да. Во-вторых, она… Анти… Ну, антигомоорфизм по умножению, скажем так. Да. Вот. И в-третьих, она, конечно же… В-третьих, она, конечно же, инволюция, да. Очевидно, да. Все, понял. Ага. Вот. Это называется, так сказать, и вот алгебра, на которой задано какое-то сопряжение, называется алгеброй сопряжения. И вот ее можно удвоить. Ооо! Вооо! Да. Удвоение… Да. Это удвоение… 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 Удвоение К. К. Что с умножением и сопряжением будет, потому что по сложению это как бы просто прямая сумма. Собственно, потому и удвоение. Вот, ну, значит, это прямая сумма только по сложению. То есть, мне просто лень писать, значит, это строго. Вот, по умножению это будет работать так. Но, к сожалению, такие формулы я как-то в голове не сильно умею держать. Роман. Да. Вот, ну, в принципе, ну, в общем, как-то так. Узнаю комплексную запись квадрониона. Да. Сразу. Ровно по той формулы действует комплексная запись квадрониона. Да. Квадронион это удвоение комплексных чисел. Умножение. Комплексное удвоение R. Надеюсь, нигде нет. А, C минус D, с четвертой B. D, A, плюс B, C с чертой. Вот. Ну, и, конечно, нам надо... Счетвертые всегда над вторыми сидят. Да, 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 да. Сопряжением. Да, да, да. С сопряжением, да. С сопряжением, конечно, уже не сложно. Довольно понятно, что это... Ну, хотя все равно вот так это будет. Угадал. Да, все. Понятно. Ну, и, соответственно, мы просто говорим... Ну, да, мы, в принципе, проверяем все. Проверяем все, да, и... Не, ну, в принципе, можно просто сразу сказать, что, допустим, H это D от C. C это D от R. И, соответственно, T от R. Да, вот это D от H. Офигеть! Ну, там теряется ассортивность. Значит, что... Ну, как бы, и так... Ну, да, и C это... Ну, ладно, запишу уже для гармонии и душевного успокойства, что C это D от R. Значит, ну, что, у нас, как бы, такая тема, что C это вообще поле, H это... Хотя бы тело. Это тело. А тут H это... А О это... Это альтернативное алгебра с делением. Альтернативное алгебра с делением. Ну, все-таки с делением. А вот следующий объект будет уже без деления, да? Ну, да, он уже будет... Это так называемые сединионы, по-моему. Ну, в общем... Сединионы! Я, как бы, про них... Да хулионы! Знаете, такое слово? Да хулион! Это очень большое число. Про них, к сожалению, особо ничего не знаю. То есть, ну, знаю, что у них есть, как бы. Ну, и, в принципе, эту петрушку можешь продолжать до безговоря. Да, да. Но там возникают просто алгебры. То есть, в них уже никаких свойств, которые позволили бы что-то с ними сделать, нету, да? Ну, вообще, вроде как, там, Майкл Пен говорил, что, соответственно, там, альтернативность ослабляется еще. Еще, еще, куда-то туда. Но я, конечно, в неассоциативном мире, я, как бы, так сказать, не очень, скажем так. Сединионы! Да, понятно. Я не очень сижу в неассоциативном мире. Сединионы там сидят. А вот я, как бы... Так, хорошо! Красиво! Да. А, ну, не, ну, так вообще, кстати, неассоциативная алгебра, это прямо отдельная... Да. ...отдельная история. То есть, как бы, в принципе, в некоммутативной алгебре там, как бы, есть ассоциативная алгебра отдельно. И, соответственно, есть неассоциативная, там, как бы, соответственно, там есть теория Йордановых алгебры, есть там теория альтернативных алгебр, есть там теория каких-нибудь там таких-сяких. Вот в Новосибирске это все очень любят и обожают. Ну, там, как бы, заходишь на сайт Мехмата НГУ, и там, как бы, сто пятьсот методичек по теориям колец в самых разных видах и формах. Вот. Ну, да, в общем... Да, значит, вот. И теорема Форбиниуса в сильной форме, которую я доказывать не хочу, она говорит, что если мы будем перечислять конечномерные альтернативные алгебры с делением, то мы получим RCH, EO, и все. Ага, все, понял. Вот. Есть, наверное, какая-нибудь сверх обобщение о Тереме Форбинице, что если что-нибудь еще наложить, то будут эти и перелосоциативные алгебры. Ну, я думаю, не, ну, скорее... Это, кстати, новосибирский коллег, да? Да, ну, ну, то есть, это надо спрашивать того, кто в неассоциативном разбирается, хорошо. Да, а ты еще один, например, на Брауэра, да? Да. Ага. Вот. Но я, кстати, не знал этой конструкции. А, ну, вот такая... Я не знал, да. Такая конструкция есть. Здорово. Ну, я сразу ее угадал, потому что я сам с Катернионами люблю работать с помощью комплексных вот этих записей. Ну, да. Волевая жи. Ну, можно... Перепрыгивая меня. Можно... Ну, можно через матрицы определять, можно через копредставление. Вот. Собственно. Так, ну что, расскажи, что такое группа Брауэра. Да, ну... Что такое гомологии групп? Что такое группа Брауэра? Ну, что такое группа Брауэра, да, расскажу. Да, и так. Значит, ну, сначала напомню, что... Ну, не напомню, а определю, что такое простая алгебра и что такое центральная алгебра. Значит, ну... Так... Ладно. Так... Так... Простая алгебра, в ней, наверное, нет под алгебр. В ней нет двухсторонних идеалов, нетривиальных. А, ой, каких под алгебр? Идеалов, конечно, да. Значит, у нас есть алгебра А, мы требуем от нее, чтобы у нее было не нулевое умножение. Ну, то есть, как бы, у алгебры может быть... Да, кстати, соответственно, любую Абелеву группу можно каноническим образом превратить в кольцо. Просто написав вот так. Это называется нулевое умножение. А, ну, не такое кольцо? Нет, это не нулевое кольцо, значит, это кольцо с нулевым умножением. Ну, да, да, да. Потому что нулевое кольцо — это кольцо, состоящее из нуля. Ну, значит, нулевое кольцо с нулевым умножением. А мы можем, как бы, любую Абелеву группу превратить в кольцо, просто сказав, что ну ладно, пусть произведение любых двух элементов — это ноль. Но это кольцо. Ну и, соответственно, любое векторное пространство таким образом можно превратить в алгебру. Да. Вот, ну и, как бы, да. Это называется, за что нас физики не любят. Да, и, соответственно, как бы, соответственно, если не исключать этот вариант, то у нас, как бы, ну, так сказать, у нас, как бы, будут всякие глупости. Ну, понятно, что если у нас, допустим, алгебра над полем К с нулевым умножением, то, значит, есть очень немного случаев, когда она простая. Это когда она просто с полем совпадает, и все. Естественно, потому что любое подпространство будет идеалом. Да. А вот, поэтому мы такой глупый случай исключаем. То есть мы рассматриваем алгебру с ненулевым умножением. Да. Вот. То есть алгебра с ненулевым умножением. Вот. Ну, правда, любая. То есть не требуем там ассоциативности. Ну, просто вот любая алгебра с ненулевым умножением. И мы говорим, что она простая, если... Сейчас, мы требуем ассоциативности. То есть мы требуем дистрибутивности. Не, ну да. Ассоциативность сложения. Собственно, ну, как бы... Так, главное, чтобы... Ну, если она называется простой, если нет двусторонних идеалов. Да, то есть, ну, аккуратно будет так сказать, что алгебра с ненулевым умножением называется простой, если у нее только два двусторонних идеала, это 0 и А. Да. Вот, это, собственно, простая алгебра. Да. Вот, да, ассоциативность не нужна, потому что, собственно, таким же образом определяется простая алгебра Ли. Вот, а алгебра Ли, она у нас не ассоциативна, разумеется. Вот, ну, центральная алгебра, значит, понятие центральной алгебры только для ассоциативных с единицей, в общем. Да, в принципе. То есть, ну, это у нас ассоциативная алгебра с единицей на К. Да. Вот, она называется центральной, если З от А это просто К. Понял. Если коммутируют со всеми только элементы... Ну, то есть, центр алгебры это просто К. Да. Да, центр алгебры это все элементы, которые коммутируют со всеми. Да, понятно. Вот, значит... Ну, и уже, наверное, без доказательства просто сформулирую, так сказать, очень известную, ну, и не очень простую. Вот, ну, по крайней мере, для ее доказательства нужно, так, минут 45 примерно, минимум. Теорему Артина Ведерберна, но, во всяком случае, в ежике я выкладывал текст с подробным доказательством, могу его прокублировать. Я его как-то набрал, честно, ну, так сказать, от начала до конца. И, наверное, ну, как бы здесь не хочу воспроизвести, то есть, я просто техфайл, не знаю, прикреплю там в комментариях. Да, 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 потому что у тебя такой стиль очень спокойный. Вот, где броисты из стекловки, для них все вообще всегда сразу очевидно. И когда, значит, пытаешься что-то понять, они говорят, ну, если ты в этом месте не понимаешь, что ты конченый дебил, иди отсюда. Вот, ты так классно рассказываешь, и медленно и понятно. Я просто медленный человек, скажем так, просто по сути своей, мне в спешке как-то дискомфортно, и я как бы... А они летают, у них как молния возникает, все сразу... Ну, не, ну, как бы есть быстрый, ну, да, вот, Горчинский, он вообще какой-то электровеник, то есть, я не знаю, что, он даже слова не договаривает. Он пытался мне объяснить, что такое, группу Брауэра, но он не справился, ну, то есть, я не справился с поставленной задачей, скажем так. Вот, но он, кстати, из-за спешки иногда делает ошибки очень глупо, я смотрел его курс по теории Гоуан, там сделал несколько очень серьезных принципиальных ошибок. Ну, то есть, для него, видимо, это очевидно, как исправить сразу, и поэтому пропускает. Как бы написал там, что, типа, что там в теореме он написал там, что характеристика должна быть там взаимно простой с N, и сразу как бы исключил случай, и сразу убил ситуацию, когда характеристика может быть нулем, то есть, как бы, запретил рассматривать поля характеристики 0, тем самым, но это по неосторожности. Ну и так далее, то есть, у него там, в принципе, так, порядка несколько десятков подобных ошибок было. Ну, это те ошибки, которые любой понимающий сразу исправит. Это из тех, которые, как бы, отлавливают реальное понимание. То есть, есть человек, как бы, формально подходил. Ну, не, ну, это понятно. Так, давай, дальше идем. Да, вот, ну, и так, значит, во всяком случае, формулировка теоремы Артина-Ведербарна такая. Это, как бы, вообще эта теорема считается в каком-то смысле одним из, одним из венцов некомутативной алгебры. То есть, это один из центральных вообще результатов. То есть, это вот прямо такая вот, как сказать, теорема с больших буквы. Трудная такая, боевая теорема, трудовая, да? Ну, она, как бы, идейно, в принципе, нетрудная, но вот технически она, она, конечно, так сказать, ну, так сказать, требует там 100-500 лен, так сказать, куча технических выкладок, в общем, очень неприятно. То есть, так, вот, но теорема Артина-Ведербарна, да, гласит, что, значит, ну, ради этой цели даже запишу прям нормально. Пусть К это поле, и пусть А это, так, значит, конечномерная, простая, простая, ассоциативная. Ассоциативная. Центральная или нет? Нет, неважно. Неважно, какая. Ассоциативная алгебра с единицей. Ага. Тогда, 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 тогда это просто-напросто матричная алгебра, и все. Ядрит твою кобылу. Тогда. Серьезно? Да, существует, существует конечномерная. Блин. А, существует конечномерная К тело, Д, А, над некоторым телом над К, да. То есть, это было матрицей. Ну, да, это было сильно жирно, если прям сразу над полем, но над телом. Существует конечномерная К тело, Д, значит, такое. И такое число. Да, да, ну, такое, что А изоморфно матрицам Н, Н, Д. Для некоторого, ну, понятно, что для некоторого. Н больше не равно единицы. Для некоторого Н. Да, сильно. Это один из центральных буквальных результатов. И, собственно говоря, жестко группа Брауэра начинается отсюда. Отсюда. Так, отлично. Ну, это утверждение абсолютно понятно. Это утверждение абсолютно понятно, да. Это утверждение довольно пафосное. То есть, оказывается, что, по сути, вот простых ассоциативных алгебр с единицей, как бы, ну, по сути, практически нет. Но это матричные, и все. То есть, как бы ничего такого... Ну, да, просто всегда придумать тот, который не коммутирует, да. Вот. Там как бы... Даже из-за единицы-единицы сложить что-нибудь не коммутирующее, да. Да, понятно. Кстати, наверное... Это отдельное такое упражнение, доказать, что матричная алгебра простая. Да, вот, кстати, собственно, я как-то пропустил этот момент. Но даже, так сказать, даже я предлагаю доказать более сильное утверждение. Ой, я говорю про то, что она центральная, а не то, что она простая. Нет, простая, значит, нет двусторонних идеалов. Нет, центральная она вот быть не обязана. Это, кстати, очевидно почему. Потому что D может внезапно быть коммутативным. Да, внезапно оно может... Ну, то есть мы сказали, существует конечномерное К-тело. Конечно, конечно. Ну, хорошо, существует конечномерное К-поле. Ну, да, да, да. То есть, допустим, это конечное расширение поля К-толи. Все как бы уже не центральное, но... Отлично, сверхобщее утверждение. Да. Любое поле, любое. Будь ты, блин, там, рациональным, будь ты конечным полем. Любое поле. Любое. Ну, разумеется... Кофигу. Да, значит... Да, и... Да, и, конечно, в принципе, если К алгебраический замк, то D равняется К. Но это, кстати, в принципе, довольно очевидно. Ну, это понятно, да. Вот, то есть это как бы... Это просто следствие. Ну, это как теорема Фробиниуса, по сути. Ну, это даже не теорема Фробиниуса. Это не теорема Фробиниуса. Это соображение из теории полей. Да, мы берем элемент тела D, он алгебраичен над К, но К алгебраически замкнуто. Ну, и, в общем, все как бы. Зашибись. Да, то есть это никакой не Фробиниус. Это вот... Это, так сказать, теория полей, ну, так сказать, с поправкой на небольшую некомутативность, так сказать. Вот, но, вот, да. Значит, да, вот, наверное, сразу... Просто проверяемся и использовать тот же трюк в каком-то месте. Ну, да, да. Там, когда мы доказывали, что W плюс совпадает с C, мы предположили, что не совпадает. И вы не совпадает взяли X. Да, 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 и так далее. Есть W плюс без C, и пришли к выводу, что C от X это нетривиальное расширение от C. А это абсурдно. Да, давай дальше идем. Да. Значит... И что, ты прямо группа права или все рано? Ну, я вообще хотел сразу упражнение дать. Давай упражнение. Ну, задача. Задача. Ну, как бы... Не знаю. Ну, тоже, в принципе, наверное, несложно. В общем, ну, значит, как бы все знают, что вот такая алгебра, она простая. Я, так сказать, предлагаю несколько обобщить этот факт. Давай. Итак, ну... Значит... Так, значит... R... Это у нас будет ассоциативное... Кольцо с единицей. Я предлагаю перечислить вообще все двусторонние идеалы в мат N от R. Ну, на самом деле, я утверждаю, что все двусторонние идеалы будут иметь вид мат N от J, где J — это двусторонний идеал уже в R. То есть... То есть, вот как бы... Сводится к идеалам в R. Да. Ну, и, соответственно, как бы сразу же изоморфизм, ну, довольно очевидный и понятный, что... Мат. Ну, так сказать, мат. Мат и шаг. Так сказать... Шаг и мат. Ну, это просто... Да, как-то неудачно написал. В результате все пошло куда-то туда. Ну, в общем, вот. То есть, предлагается доказать, что для любого ассоциативного кольца с единицей R все двусторонние идеалы вот в таком кольце, в кольце матрицы, имеют вот такой вид, где J — это двусторонний идеал в R. Мат N R по мат N G? Да. Ну, и, соответственно, вот такой... Это мат N по R на G, и все, да? Вот тупо как валенок, да? Тупо как валенок. Ну, да, значит, задача, ну, как бы я бы не сказал, что это сильно сложная. Ну, так. Так. Мат. Шаг и мат. А вот. Ну, кстати, то, что это двусторонний идеал, это как раз оказывается легко. А есть девушки на стриме или нет? Анекдот хочу рассказать. Ну, можно попросить девушек зажать уши временно, да? Нет, тогда нельзя рассказывать. Или как девушку зовут? Можно обратиться и попросить зажать уши. Сейчас, минуточку. Я ею. А, да, она тут. Она тут, Джоанна. Джоанна, она... Джоанна? Ну, и ладно, не будем рассказывать, да? Понятно. При Джоанне не будем рассказывать анекдоты? Джоанна. Можно, да? Джоанна Роулинг. Или не будем? Не будем. Ладно. Так. Ну, вот. Ну, то есть, то, что это двухсторонний диалог, кстати, доказывается очень просто. На самом деле, это просто следствие теоремы о... Ну, скажем так, первой теоремы об эзоморфизме, да? То есть, мы просто... Мы же можем построить эпиморфизм из этого кольца на это, естественным образом, да? То есть, мы берем матрицу и переводим ее в матрицу, так сказать, элементы, которые... Ну, конечно, да. Которые это соответствующие классы по модуру Джи. И ядром будет вот это, разумеется. Ну, ядром будет в той части вот это, поэтому это двусторонний диалог. Ну, все, да, нет. Сложнее доказать наоборот, что других нет. Вот. Что вот такими исчерпываются все. Ага. Так, ну, теперь группа Брауэра. Ну, это будет... Теперь, да, значит... Венец теории. Значит, ну... То есть, я слышал, что группа Брауэра это какие-то вторые гомологии в каких-то группах. А ты хочешь изложить что-то такое, что без всяких гомологий, да? Ну, я, честно говоря, хочу дать само определение, обсудить, может, какие-то элементарные свойства. Давай. Вот. И обсудить, какие проблемы логического характера возникают с определением. Так. Вот. Ну, то есть, здесь я как бы хочу еще немного уйти в логику, потому что здесь, наверное, придется это сделать. Вот. Так сказать. Итак. Итак, группа Брауэра. Значит, сначала нам придется дать... Пардон. Но, может быть, не самое простое для многих слушателей определение. Определение море-то эквивалентности. Значит, и так. Но, в принципе, во многих книгах дается, скажем так, костыльный вариант определения море-то эквивалентности. Ну, так сказать, со скидкой на то, что люди там не изучали теорию категорий, но оно получается очень костыльное и некрасивое. Вот. Но я предпочту все-таки дать именно исконное определение море-то эквивалентности, потому что оно определяется именно в категорных терминах и никак иначе. Ага. Вот. Ну, то есть, его можно переписать не в категорных, но это будет, конечно, полная фигня. Ну, то есть, это будет совершенно неэстетично, как бы. Итак, значит, у нас есть два кольца R и S. Два кольца посередине гвоздик. Да. Но я не буду писать. Два кольца. Два ассоциативных кольца с единицей. Да. Мы говорим, что R море-то эквивалентно кольцу S. Если категория мод R эквивалентна категории мод S, значит, мод R – это категория правых унитальных R модулей. Правых? Да. Ну, в принципе, когда мы рассматриваем модули на чем-то некоммутативном, по многим причинам лучше рассматривать правые. Вот. Ну, как бы, в принципе, можно и левые. Это не сильно много поменяет. Ничего это не поменяет, но... Так. Так. Вот так, да? Да. Значит, категория мод R эквивалентна категории мод S. Ну, здесь надо понимать, что это такое эквивалентность категории, что я не помню. Ну, значит... Толком не помню. Да, значит, ну, на самом деле это что-то вроде гомотопической эквивалентности топологических пространств. Интересно, что аналогия, в принципе, действительно прямая. Прямая. То есть это так и, по сути... То есть, вот на самом деле юмор в том, что естественное преобразование можно определить как гомотопию функторов. Вот. Значит, это такой прикольный факт. Ну и, соответственно, как бы можно считать, что это гомотопическая эквивалентность категории. Ладно, отсылаем всех изучать гомотопической эквивалентность категории. Ну, если строго для тех, кто знает, что такое функтор, да, это, по сути, должна существовать пара функторов. Вот. Отсюда. И наоборот. Сюда. Ну, да. И, соответственно, да, и... Ну и в обратную сторону. Ладно, не хочу писать, вот так напишу. Вот. Но не так, что их композиции равны тождественным, а так, что их композиции изоморфны тождественным. То есть, как бы... Гомотопические эквивалентности, чистыми. F, G. Вложение... Изоморфны. Да, это самое. Айдинг. G, F. А изоморфизм категории? Это изоморфизм функторов. Это, значит... А, функтор изоморф... А изоморфизм функторов, это... А, изоморфизм функторов. Ну, функторы изоморфны, если между ними существует естественное преобразование изоморфизм. Вот. То есть, естественное преобразование, компоненты которого, это изоморфизм из соответствующей категории. Соответствующей категории. Вот. Ну, да. Здесь, как бы, определение, вот, море-то эквивалентности алгебр сводится к тому, что нужно очень хорошо чувствовать теорию категории. Значит, ты не почувствуешь, что означает. Ну, как, ну, не очень хорошо на уровне... Ну, хорошо, значит, это замытаем под ковер, так сказать. И считаем, что мы теперь узнали, по крайней мере, на уровне... Ну, это отношение эквивалентности. Так, что же теперь? Вот. И мы, собственно говоря, хотим взять все ассоциативные кольца с единицей и профакторизовать по этому отношению эквивалентности. Вот, и здесь возникают, на самом деле, логические проблемы. Кольца с единицей или это алгебра именно на D? Ой, на K. Это кольца с единицей, да? Не алгебра. Это... Да, это кольца с единицей, но, в принципе... А, ну, а, хотя... Да, вообще, да. В нашем случае алгебры, да? Да, вообще, все-таки, да. Я как-то, наверное, потр... Да, это я что-то погорячился. Не, это общее определение, а мы будем применять его к алгебре. Да, нам надо не все ассоциативные кольца с единицей взять, а нам надо взять конечномерные, центральные, простые, ну, ассоциативные алгебры с единицей. Вот, то есть, ну, даже так, нам надо зафиксировать поле K. Да. Рассмотреть класс всех конечномерных, простых, центральных, ассоциативных алгебр с единицей. Да. И профакторизовать по море той эквивалентности. Это будет еще не группа, но уже множество. Ну, да, и вот здесь как раз возникает очень большая логическая проблема, которую на самом деле заткнуть очень непросто. Большинство людей об этом просто вообще не говорят по какой-то причине, но, возможно, для того, чтобы... Сейчас, но эти конечномерные, эти самые, это же просто матричные, получается, по теории этого Артина. Но я имею в виду, что у нас здесь возникает логическая проблема такого рода, что, ну, как бы, вот, ну, как бы, вот мы, например, когда мы хотим взять множество всех множеств, да, вот, мы, как бы, так сказать, у нас возникает проблема. А тут похожая проблема, потому что мы хотим взять множество всех, ну, соответствующих алгебр. Но это тоже плохо. Будем считать, что море той эквивалентности бывает все до какого-то нормального. Ну, в ZFC мы вообще просто не можем этого сделать. ZFC запрещает. А вот, ну, то есть, как бы, сходу. В ZFC сходу нельзя. Что еще можно... Ну, соответственно, как бы, первый, первый наивный шаг можно, так сказать, попробовать вместо ZFC взять теорию классов фон Неймана. Слушай, я бы логику забил нафиг. Понятно, что море той эквивалентности выбивает все эти, значит, безумные всякие парадоксы. Ну, это да. Давай лучше поймем. Вот там сказано, что, то есть, группа Брауэра, как я понял, Ну, мы пока множество определили. Да, то есть, это как-то определенная группа с множеством, лежащим в основе, вот этим. Да, то есть, это, ну, это, это в каком-то смысле множество... Классов фон Неймана. Множество классов вот таких вот алгебр, просто не хочу эту простыню. Теперь вопрос. Эти вот алгебры, они же по теореме Артина и Вильдерберна являются просто матричными... Да, но над разными телами. Над разными телами. То есть, как бы, не на одним, ну, не все на одним и тем же телом. То есть, для каждого алгебра... Ну, да, но вот если ты говоришь, что алгебры над разными телами, то уже все эти теоретическом множественные проблемы выплывают. Потому что это уже совершенно понятная вещь. Ну, не, ну, понятно, ну, да, я просто подумал, что кому-то... Да, так, а как, значит, операция, да, групповая? Ну, операция, на самом деле, это просто тензорное произведение. То есть, мы... Как мы говорили в детстве, операция, кастрация, бонифация. Вот, так сказать. Вот, тензорное произведение. Так. Вот, ну, на самом деле... А, ну, да, кстати, ну, в принципе, ладно, пусть будет умножить. Действительно, я не знаю там. Значит, ну, в любом случае у нас, значит, оказывается, что вот с этой операцией... Ну, да, во-первых, тут надо проверять... Тензорное произведение. Проверять корректность и прочее. Ну, в общем, поверим в это. Ну, потому что в противном случае пришлось бы разворачивать это определение. А обычно тензорное над чем-то? Мы над чем-то? Нет, ну, у нас все над К. У нас поле комплексировано. Тензорное произведение над К превращается в групповую. То есть, сейчас, то есть... То есть, класс А умножить на класс Б, это класс А тензорно на Б. Да. А как же обратно, интересно? То есть, ты домножаешь на какое-то еще... А, обратно? Да, вот это вопрос интересный. То есть, ты должен А домножить тензорно на какую-то Биаку, чтобы получилось море-то эквивалентное К, да? Штука. Противоположная алгебра. А вот что значит? Алгебра с противоположным умножением. То есть... Оооо! Да ты шоооо! Ага. Да, вот так. И что, если их помножить тензорно, получится что-то море-то эквивалентное... Получится ноль. А ноль, это, кстати, будет на самом деле вот класс... Ну, класс К? Класс, на самом деле, вот чего-то вот такого. А-а-а-а, не самого К. Ну... То есть, это море-то эквивалентное все друг к другу, да? Не, ну, в принципе, и самого К, потому что К будет... Ну, понятно, да. Море-то эквивалентно такому для любого... Все матрицы, все матрицы, море-то эквивалентно друг к другу, да, над К? Все алгебры матрицы. Ну, как бы, допустим, К море-то эквивалентно... Матрицам... Все. Вот этому для любого... Ну, вот это надо понять, потому что... Не, ну, на самом деле, чтобы это понять, то надо вот это все определение разворачивать и его свойства изучать. Ну, хорошо, то есть как на первом уровне утверждается, что в некотором естественном смысле вот эти все алгебры одинаковые. Ну, в некотором естественном смысле это как бы ноль. И дальше мы херачим тензорное произведение в качестве групповой гаранции. То есть условно можно сказать так, что если тело это просто поле, то у нас как бы алгебра нулевая, вот в смысле группы Брауэра. Ну, то есть как бы у нас в теории Мяртина-Вэддер-Барна там было тело над К, вот если это тело, оно просто с К совпадает, ну тогда алгебра, она как бы вот... Равна нулю. Ну, да, вот в этой группе. Ну, в общем, это группа. То есть вот так задается умножение, вот так, значит, под обратный элемент можно взять. Вот. Ну, да, эта группа обозначается Бр-К. От каждого поля существует своя группа Брауэр, да? Да. От кого они найдены? Ну, например, от R чему она равна? А есть? А, ну, ну, вообще-то, да, вот от R это, кстати, довольно очевидно, на самом деле, потому что... Потому что теория Мафрабениуса, у нас как бы не так-то много тел на D, на D конечномерных. Ну, у тебя же не тела были, а алгебра, а статива, да? R, C и H. Ну, то есть, ну, по крайней мере, нам не так много надо перебирать. А, тела, да, тут же... У нас, грубо говоря, только три тела, и там, то есть, это несложный перебор, но... И чему она равна? По-моему, если я не ошибаюсь, Z по 2Z. О! То есть, как бы, внезапно оказывается, что это... Это H и обратная к ней. Нет, подожди. Ну, внезапно оказывается, что группа Брауэра поля R это... Короче, она стоит просто из K и из... Совпадает с группой Гоула, C над R. Ну, да. То есть, как бы, расширение степени 2, в общем. Ну, практически представители это R и H, да? Кватернионы и самые R. Остальные эквивалентные... Ну, там, по-моему, H и C там будут как-то эквивалентны. Ну, да, C и C то же самое, наверное, будет. Или нет? Не, мне кажется, что R и C там будут не эквивалентны, а вот H и C там как-то будут эквивалентны, потому что H-то выражается через... Ну, H выражается там как-то матрично через... Ладно, я понял. Вроде бы. То есть, ответ R по 2Z, одна из них R и другая, то ли H, то ли C, то ли другое представляет один класс. Короче, опять-таки, гадать не хочется, но это упражнение не сильно сложное, еще раз, потому что у нас конечный перебор, у нас тел всего 3. R, C и H. Да, если K, это Z, например, по PZ. Оу. Кому равна группа Брауэра? Или оставим здесь знак вопроса, да? Сразу непонятно. Горчинский! Серега! Мы тебя вызываем на Горчинском, сейчас такой голос из экрана. Привет, Леша! Ну, ты дурак, не можешь решить такую простую задачу. Смотри. Та-дам, и ответ даст. И уйдет сразу туда снова. Ладно, оставили, да, вопрос. Ну, по крайней мере, мне чуть не кажется, что это простая задача. Потому что, ну, на самом деле, даже вот какие конечномерные тела бывают на ДФП, это как-то... ХЗ, да? Это как-то не очень, не очень как-то понятно. Да, слушай, круто! Крутяк! Ну, ну, во-первых... Крутяк! Ну, так сказать... База, ребят, база! Ну, да, ну, как бы, в принципе... Разбирайтесь с этим. Еще... Ну, в принципе, из элементарных свойств, это, пожалуй, то, что, так сказать, если мы расширяем, ну, как бы, расширение скаляров индуцирует... индуцирует гомоморфизм... по-моему... Гомоморфизм групп. Да, 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 не по-моему, а точно. То есть, собственно, как бы мы можем, ну, типа, ну, как это записать? Ну да, у нас тут индексов не будет. Понятно, а брау на цели, это реально. Ну, типа, вот мы берем вот так и отправляем в, ну, в вот так, но уже вот так. Так, вот, да, то есть к большое, это какое-то расширение, поле к маленькое, это как бы расширение скаляров, и, ну, соответственно, это индуцирует гоморфизм групп брауера. А брау на цели тривиален, да? Ну, это вообще очевидно, потому что, ну, как бы, да, у нас на цели нет тела, у нас все нули просто, и все. Сейчас, на цели нет тела, в смысле, аж на цели только. Нет. А, нет, оно же не тело на цели. Господи, на цели нет конечномерных тел. Все, все, я сказал глупо. По той же, ну, опять же, алгебраическая замкность. Вообще, как бы, над алгебраическим замкным полем, это... Аж коммутирует со всеми, аж коммутирует только церками. Да, все. То есть, как бы... Брауера цера е, да. Е, если... 0, если к алгебраически замкнута, да? Ну, в смысле, но это... Да, ну, понятно. Понятно, понятно, понятно. Ну, точнее, если к алгебраически замкнута, то вот так. Ну, кто так написал, да? Да. Отлично. Ну, что? Я не знаю, кто-то, может, это все съест. Я съел почти все по модулю некоторых вещей. В общем, как бы, я все-таки не Горчинский. Понятно, что Горчинский мог бы вообще по этому целый... Да, конечно. ...почитать, а я... Понятность возникает, когда человек рассказывает медленно. Это очень важно. Потом я смогу и Горчинску слушать. А я, ну, у меня, наверное, цель была даже не столько саму группу Брауэра, сколько показать всякие штуки в некоммутативной алгебре. Шикарно, шикарно. Всякие утверждения. Операция, удвоение, да? Ну, там, в частности, теорему Артина-Вандербарна, там ту же самую. Все, слушай, я беру на себя послушание разобрать доказательства теоремы Артина-Вандербарна. Ну, да, у меня... Ну, чтобы взять его у тебя, значит, к этому видео, да, будет прикреплено внизу? Ну, да, я тогда, собственно... Чтобы не тех, лучше PDF сразу бросай, чтобы не... Не, ну, да, да, PDF, PDF. Да. Слушай, спасибо огромное. Это очень круто. Это прям очень круто вообще. Безумно круто. А я вначале не сказал всем откуда их привет, да? Да, ну, там еще много там прикольных результатов. Там, например, кстати, такая вот есть прикольная теорема Джекобсона. Ну, она, конечно, с практической точки зрения абсолютно, наверное, бессмысленная, но прикольная. То есть, вот, как бы, да, вот, собственно, в чем ее суть? Значит, вот у нас есть ассоциативное там кольцо с единицей, и мы знаем, что для любого его элемента А найдется какое-то N, такое, что А в степени N это А снова. И тогда утверждается, что такое кольцо всегда коммутативно. Вот, но она доказывается трудно. Ну, то есть, как бы, в частности, там, если N для всех одно и то же это 2, то это, в принципе, упражнение там какое-то, да? Там, что если там А квадрат равно А, то, как говорится, это там какое-то упражнение. Слушай, а где все это написано? Что-то сказать ребятам, куда смотреть. Да, вообще, как бы, ну, вот есть, собственно, разные книги разного уровня сложности. Есть такая, как бы, ну, так сказать, довольно student-friendly книжка «Херстейн. Некомутативные алгебры». «Херст стоит». Вот, или, 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 ну, да, 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 да. Или не коммутативная алгебра, то ли не коммутативные кольца, в общем, да, в общем, надо будет выложить. Прошу прощения у нее уши, блин, я все-таки что-то не то сказал, да. Это... Рассказать, да? Рассказывай. Закрывайте уши. Да, закрывайте уши, рассказываю анекдот. Все, шах и мат, блядь. Ой, а можно без мата? Можно. Шах и блядь. Вот, да, так вот, собственно, я о чем, значит, вот, книжка Херстейна есть, это такая, как бы, ну, так сказать, дружественная к читателю книжка, менее дружественная это пирс «Ассоциативные алгебры». Ты дашь все ссылки, мы, ну, привет, соним все ссылки, весь мат почистим, вылежим. В принципе, этих двух книг более чем достаточно, ну, пирс это, это прям вот такой, как бы, фундаментальный кирпич, что-то вроде спиннера по алгебраической топологии, то есть, это, это, как бы, для тех, кто просто хочет выучить все про ассоциативные кольца, так, ну, такая небольшая книжечка страниц на тысячу, вот. Отлично, отлично. Ну, так, на десяток глав там соответствующего объема, вот, ну, так сказать, просто вот берешь так, закрываешься на месяц, не читаешь, вот, но там, книга пирса, она требует хорошей алгебраической подготовки, нужно знать теорию категории гомологическую алгебру, вот, книга Херстейна этого не требует, но там, соответственно, ну, как бы, ну, такой более, как сказать, ну, там подход такой, как бы, ну, там море-эквивалентность определяется там определенными тождествами, что там, что там кольцо умножить на одно, тензорно умножить на, что там, на матричное кольцо, это изоморфно, там, другому кольцо умножено на другое матричное кольцо, ну, в общем, это такое вот. Ну, техника дальше понятна, это все центральные произведения. Вот, а, вот, кстати, а вот теперь интересно, вот теперь сложная задача, самая сложная на сегодня. Самая сложная задача. Задача на море-эквивалентность для тех, кто знает, собственно, теорию категории. Так, давай. Потому что для тех, кто не знает... Видимо, не для меня, да. Не смогут. Море-эквивалентность. Собственно, ну, вот была определена море-эквивалентность, то есть мы сказали, что, соответственно, кольцо R море-эквивалентно кольцу S, если категория мод R эквивалентна категории мод S. Ну, я думаю, довольно-таки понятно, что если R изоморфно S, то соответствующие категории эквивалентны. Вот, верно ли обратное? Вообще говоря, нет. Но иногда все-таки да, то есть если кольца коммутативны, значит, если, значит, предлагается доказать, что для любых коммутативных колец с единицей R и S, значит, коммутативные с единицей, море-эквивалентность эквивалентна изоморфизма. Да, понятно. То есть, как бы, скажем так, мод R эквивалентна мод S, и вот это, это уже не упражнение. Это уже задача вполне полноценная такая, ну, нормальная. Ну, ясно, да. То есть, как бы, тогда это уже тогда. Конечно, для меня коммутативны, потому что все матричные кольца эквивалентны по море-то, и, естественно, не будет. Ну, то есть, как бы... А здесь, если коммутативны, то никаких матричных колец уже, естественно, не будет. Ну, скажем так, если мы ограничимся коммутативными кольцами, то мы факторизуем просто по изоморфизму кольцовому. То есть, как бы, море-то эквивалентность, это в точности, ну, как бы, изоморфность. И все. Да, классик изоморфизма. То есть, группа Брауэра... А, ну, нет, ну, группа Брауэра, нет, нет, нет. Нет, группа Брауэра тут не совсем, потому что мы же фиксируем поле, а берем-то... Да, ну, просто в ней, внутри группы Брауэра живет некоторый подотдел, состоящий из коммутативных колец. Причем это подгруппы, видимо, потому что тезернапряжение коммутативных коммутативное. Не, не, ну, так-то... И она устроена как очень просто. Это все с точки до изоморфизма. Ну... А вот наросты в некоммутативную зону, там уже вот с этими матричными высоточками. Ну, ладно, да, формулировка понятна. Понятно, что доказать я это не смогу пока, я не выучу теорию категорий. Да, у меня лежит книга «Дольт. Теория категорий». Ну, я что-то ее боюсь даже открыть. Она лежит? У меня папа ее. Ну, вот это... Я уже не разберусь, где-то разбирайся. Вот это хорошая задача. Ну, тут как бы, собственно говоря, ну, как бы зацепка в чем? Зацепка в том, что... Да, в чем, собственно, зацепка? Зацепка в том, что нам надо рассмотреть... Значит, нам надо рассмотреть множество эндоморфизмов тождественного функтора. Значит, здесь вводится структура кольца. И оказывается, что это кольцо из аморфа на R. Ну, то есть... Ну, тут как бы, если ввести... Ну, умножение — это композиция естественных преобразований. Сложение — это покомпонентное сложение. Это сумма компонентов морфизма. Ну, и получается кольцо. Значит, в случае, если R коммутативно... Да, в случае, если R коммутативно, значит, имеет место вот такой изоморфизм. Кстати, если не коммутативно, тогда, в принципе, тоже можно кое-что утверждать. Можно утверждать, что изоморфизм будет с центром. Вот. То есть не совсем кольцом, но уже с центром. Вот. Ну, то есть это как бы... Это зацепка. То есть, потому что, в принципе, понятно, что... Если категория эквивалентна, то эти кольца, они... Вот эти кольца, они должны быть изоморфны. Ну, хотя там тоже надо повозиться. Вот. Потому что... Ну, всего-то для тех, кто гоноческий алгебр знает. Нет, ну это скорее просто теория категории, да. Теория категории, а не гоноческий алгебр. Вот. Ну, во всяком случае, задача неплохая. Вот. Ну, в принципе, можно в такой общине, собственно, работать. Да. Ну и, в принципе, так сказать, желающие могут попробовать доказать, собственно, что вот, ну... Что там кольцо R эквивалентно по морите кольцу вот такое, для любого N. Вот. Ну, тоже задача. Для любого K, да, тоже? Ну, да. R это произвольное ассоциативное кольцо с единицей, N это произвольное положительное целое число. Даже сло? Да. И... Это не вещественные числа, это вообще любое. R это не R. Нет, R это произвольное... Коммутативность. Нет, нет, здесь коммутативность даже не требуется. Ну, да. Чтобы не думали, что это вещественные числа. Ну, да, да. Ну, просто обычно вещественные числа прям двойным так обозначаешь. Ну, да, да. Вот. Ну, потому что там в алгебре там R, S и P часто используются. В частности, для модулей. Вот. Так сказать, модули обозначаются. Вот. Ну, короче, требуется доказать, что если ассоциативное кольцо с единицей, то оно море-то эквивалентно любому матричному кольцу над собой. Вот. Ну, тоже такая задача. Вот. Ну, здорово. Слушай, спасибо огромное. Ага. Друзья, всем Маткульт пока. Спасибо, Александр. Вот, посмотри в экран. А тут редко смотрел в процессе. Ну, да, да. Вот. До новых встреч. Маткульт пока. Угу. Маткульт пока. А теперь, стой, не выключай, не выключай. Я хочу записать отдельно приветствие, потому что на канал, ладно? А потом мы подклеим его сверху. Дорогие друзья. Угу. Всем Маткульт привет. Сейчас будет лекция. Ужас. Обуяет вас. Просто, да. Вот. Этим это закончится, лекция. Чтобы вы просто понимали, к просмотру чего вы сейчас приступите. Вот. И проведет ее Александр Коновалов. Прошу любить и жаловать. Автор. Один из авторов. Ёжика в Матане. И, внимание, мы вообще записываемся у них в логове. Вот я сейчас высовываюсь, и там МГУ. Здание главное МГУ. Где я учился пять лет. Хулиганил там. Бог знает, что было. Вот. И вот мы сейчас здесь запишемся. Ну, то есть, на самом деле, мы уже записались. Но мы сейчас вот это в начало кинем. И как будто мы еще запишем сейчас. Так что, приятного просмотра. Напрягайте мозги. Сейчас будет жестко и очень интересно. Вот так.